МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». В студии Ольга Пырочкина и сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Набираем высоту, как развивается региональная авиация. Приехали на вызов, попали под огонь. В Чебоксарах обстреляли машину скорой помощи. Настоящие мужчины. В новочебоксарском «Соколе» сражались юных геисты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прогнозируем инфляции нынешнего года в Чувашии примерно 5,8%. Это вполне укладывается в показатель, который рассчитал Минфин России. Не более 6%. А вот темпы роста цен на отдельные продукты в республике оказались выше среднероссийских. Почему, выясняли на еженедельном совещании главы и правительства Чувашии. Ситуация на потребительском рынке республики в целом стабильная. Индекс физического объема розничной торговли по сравнению с февралем прошлого года вырос на 15%. Однако отмечаются некоторые сезонные явления. В частности, подорожала плодо-овощная продукция. На 24 марта текущего года в республике, так же, как и в Российской Федерации, рост среди социально значимых продовольственных товаров зафиксирован на плодо-овощную продукцию. Капусту белка, чану свежую, лук репчатый, картофель, морковь. Вместе с тем произошло снижение цен по отношению к декабрю 13-го года. На яйца куриные, соль, масло подсолнечное, хлеб, хлебопулочные изделия. На другие социально значимые продовольственные товары потребительские цены относительно уровня цен на конец прошлого года остались относительно стабильными. Глава Чувашии поручил всем профильным ведомствам разобраться в ситуации и попытаться повлиять на нее. Неурожай прошлого года – недостаточно убедительная причина. В масштабах страны постоянно происходит перераспределение товаров и продукции. Другое дело – большое количество посредников. Здесь надо смотреть схемы, то есть раскладывать конечную цену реализации по полочкам, где у нас идет удорожание стоимости всех тех услуг, стоимость продовольствия, стоимость сельхозяйственной продукции. В конечном счете это отражается на расходную часть бюджета и на семейный бюджет каждого потребителя. Отдельный разговор про молоко. С сентября прошлого года его стоимость в розничной торговой сети неуклонно растет, а вслед за молоком дорожают масло, творог, сметана. К сожалению, у нас много таких сборщиков, трейдеров, можно сказать, которые собирают молоко, где-то, может быть, официально и не учитывают это объемы, и вывозят за пределы республики. Мы, конечно, с налоговой тоже работаем. Руководитель налоговой службы Ольга Никина подтвердила, действительно работа с предпринимателями, специализирующимися на сборе молочного сырья, ведется эффективно. Была проведена большая работа по сборщикам молока, как здесь уже было отмечено. Были установлены отдельные схемы, доначислены достаточно крупные суммы по предприятиям. Кроме того, был возбужден ряд уголовных дел Следственным комитетом, и, как здесь уже было отмечено, ряд сборщиков уточнили свои обязательства налоговые перед бюджетом на десятки миллионов рублей. Михаил Игнатьев напомнил, основная задача властей – не допускать необоснованного повышения цен на продукты, особенно из списка социально значимых, и строить работу таким образом, чтобы амплитуда колебаний на потребительском рынке не выходила за допустимые рамки. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Самолеты могут составить серьезную конкуренцию автобусам дальнего следования. Об этом говорят многие эксперты. Поток пассажиров воздушного транспорта возрос благодаря программе внутренних авиаперевозок. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чуваши подсчитали, что с начала этого года только рейсом Уфачи-Баксары воспользовались более 200 человек. Как будет развиваться региональная авиация дальше, узнавали мои коллеги. Они встречали самолет, на котором из Башкирии прибыл глава республики Михаил Игнатьев. Вылетев из Башкирии, этот самолет зашел на посадку в Чебоксарский аэропорт уже спустя два часа. На автобусе из Уфы в столицу Чуваши пассажиры добрались бы только за 12 часов. Авиаперелеты ощутимо экономят время, отметил глава республики. Впечатления? Нормальные. Мехрегиональные перевозки развиваются. Удобный транспорт, экономия по времени. Конечно, каждый желающий полететь, может полететь, прилететь. Допустим, мы из Уфы прилетели за два часа. Из Уфы, из Самары в Чебоксары летают небольшие девятиместные самолеты марки «Цесна». Половина цены за одно место на эти рейсы оплачивается с федерального и регионального бюджетов. Причем сейчас в аэропорту действует и система электронного заказа билетов. Интернет-бронирование пассажирам обойдется дешевле. Хотя авиакомпании устанавливают и свои ценовые правила. Цены 1700-2000 рублей, это вот по нашим двум направлениям. Ну, соответственно, естественно, если купить за неделю такая цена, если накануне, там, одно-два места когда осталось, соответственно, авиакомпания ведет свою ценовую политику. Ну, соответственно, есть и подороже, так скажем, до 2500-2700. В Чебоксарском аэропорту отмечают, что субсидированные рейсы пользуются популярностью. В последнее время в Башкирию и обратно вылетают переполненные самолеты. Программу региональных авиаперевозок продлили до 2016 года. Направления в Уфу и Самару в этом году пока останутся в расписании. Медрик Ковалев, Регина Кубайкина и Антон Вовк. Республика. Вопиющий случай в эти выходные произошел в Чебоксарах. В Новоюжном районе столицы обстреляли машину скорой помощи. По экстренному вызову бригада медиков прибыла поздно вечером. Во дворе дома номер 62 по проспекту тракторостроителей, когда водитель остался в салоне один, автомобиль начали расстреливать неизвестные. Серьезно пострадало стекло на боковой двери автомобиля. Это отчетливо видно на фотографиях. Очевидцы рассказывают, что по карете скорой помощи стреляли из пневматической винтовки. Говорят, что водителю пришлось буквально укрываться от пуль. Мужчина не пострадал. В понедельник он уже вышел на работу. Это выяснила наша съемочная группа. В МВД Чувашия сейчас проводится проверка. Оказалось, что в автомобиле было произведено не менее пяти выстрелов. В Чебоксарах машины расстреливают не в первый раз. Неделю назад из-за горы снайперов пострадали три легковушки, которые были припаркованы во дворе дома по улице 50 лет октября. Хулиганов задержали по горячим следам. Три человека погибли в автомобильных авариях в выходные. Всего зарегистрировано пять ДТП. Шесть человек получили травмы. 30 марта около семи часов на автодороге возле деревни Малые Бекшихи Канажского района водитель автомобиля «Хонда Аккорд» по предварительным данным не справился с управлением. Наехал на стол посвящение. Легковушка съехала в кювет и опрокинулась. Водитель скончался в больнице, а пассажир погиб на месте ДТП. Похожая авария произошла в тот же день около полуночи в Чебоксарском районе. Водитель «Фиат Браво» тоже не справился с управлением. Его машина опрокинулась в кювет, он погиб на месте. Пассажир на марке с различными травмами госпитализирован в больницу. Обстоятельства этих аварий сейчас устанавливаются. Исследовательский институт высшей школы экономики представил рейтинг регионов по уровню инновационного развития субъектов России за 2014 год. Его возглавили Москва, Республика Татарстан и Санкт-Петербург. Чувашская республика вошла в первую группу наиболее прогрессивных с точки зрения развития инноваций регионов. Показатели инновационной деятельности у нас стабильную положительную динамику имеют. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте выросла почти в два раза. Доля организаций, которые осуществляют технологические инновации, тоже выросла в два раза. И как раз это позволило выйти на лидирующие позиции среди регионов Российской Федерации. И если в рублевом эквиваленте, то произведенная предприятиями в Республике инновационная продукция составила 32 миллиарда рублей. Хоть снега этой зимой было немного, но вопрос прохождения паводка 2014 не закрыт. Меры по обеспечению безаварийного пропуска. Вот на территории Республики состояние гидротехнических и защитных сооружений глава Чуваши обсудил с руководителями муниципалитетов в режиме видеоконференции. Министр природных ресурсов и экологии Чуваши Иван Исаев сообщил, что на территории Республики расположено 687 гидротехнических сооружений, которые находятся под усиленным наблюдением. И все они, в том числе и бесхозные, закреплены за муниципальными образованиями. Сейчас четыре таких сооружения в Козловском, Аликовском и Шамушинском районах. В течение года все ГТС должны зарегистрировать. Еще 50 требуют капитального ремонта. Планируется, что в 2014-2015 годах часть из них будет отремонтирована. Для обеспечения безопасности людей на водоемах Республики оборудованы семь спасательных станций и пять инспекторских участков. Будут задействованы более 3000 человек и 664 единицы техники. Михаил Игнатьев подчеркнул, всем службам и ведомствам необходимо усилить бдительность, регулярно обмениваться оперативной информацией и во время паводка и половодия быть готовыми к скоординированным эффективным действиям. На видеоконференции также обсудили предоставление жилья детям-сиротам и строительство детских садов. Глава Чувашии призвал все службы активизировать все возможности, чтобы выполнить социальные программы. В Чувашию же пока вернулась зимняя погода. По прогнозам синоптиков, в конец марта-начало апреля в Чувашии выдастся прохладным и снежным. Преобладающая дневная температура воздуха – 3-5 градусов мороза. Ночью прогнозируют до минус 10. Может выпасть снег. Но влаги в почве по-прежнему мало. Минприрода России считает, что летом 2014 года по всей стране ожидаются серьезные пожары. Такие же, как в 2010 году. Готовы ли пожарные Чувашии к работе в экстремальных условиях? Об этом пойдет речь в интервью по существу сразу после нашей программы. Юные исследователи со всей Чувашии собрались во второй Чебоксарской школе. Там прошел региональный конкурс исследовательских работ и творческих проектов. Я – исследователь. Что интересует современных школьников, какие они ставят опыты и каким результатом приходят? Узнаем из сюжета Марии Шоклевой. Говорит, показывает Москва. Вот в такой непринужденной форме проходит собеседование жюри с участниками конференции. А их 165 человек. Работа каждого уникальна и удивительна. Лена Соблина вместе с мамой и папой уже восьмой месяц ест на завтрак пророщенные семена. И с удовольствием рассказывает о том, как изменилось самочувствие всех членов семьи. Мы чувствуем себя отлично, настроение хорошее, у мамы улучшилось состояние кожи, у папы нормализовалось артериальное давление, у меня энергия повысилась, потому что у меня очень много тренировок, занятий в музыкальной школе. Когда я не употребляла эти семена, я чувствовала себя не так хорошо, как сейчас. Они очень вкусные. Вот мы с мамой придумали бутерброд, салат и пирожки из пророщенных семян. Оценивают работы младших школьников преподаватели ведущих вузов республики. Лучших исследователей после первого тура собеседования допускают к защите докладов. Поэтому ребята очень стараются привлечь внимание экспертов, удивить опытами и даже внешним видом. А мне парик, потому что моя тема связана с волосным гигрометром. Волосный гигрометр – это прибор, который измеряет, сколько влаги содержится в воздухе. Я взял волос из своих одноклассниц, натянул его на раму. В зависимости от влажности воздуха волос меняет свою длину и покажет, сколько влаги содержится в воздухе. А вот Леша Шумов сделал своими руками макет, который наглядно демонстрирует работу солнечной батареи. Саму батарею Леша помог раздобыть учитель физики. А вместо солнца юный исследователь решил использовать лампочку. Прибор, работающий на солнечной батарее, зависит от солнечного света. Вот, например, если закрыть этот солнечный свет, видите, не ярко горит. А если открыть, намного ярче горит. Диплом победителя Республиканской научной конференции может стать украшением школьного портфолио и сыграть решающую роль в присуждении особых стипендий. Но намного важнее привлечь учеников к исследовательской деятельности. Мы учим детей повторять за кем-то что-то. А исследование учит получать собственную информацию, используя свое восприятие. И это чрезвычайно важно. Потому что основная задача сейчас – научить учиться. А научить учиться можно лишь только используя исследовательские технологии мышления. Мария Шоклева, Сергей Рябчиков, Республика. Кино, как сказал когда-то видный деятель, важнейшее из искусств. Когда-то в Республике была своя киностудия. Сейчас кинематограф в Чувашии развит недостаточно. Поэтому режиссеры и кинодеятели нашей Республики собрались, чтобы обсудить новые пути развития экранного творчества. В Чувашии в последнее время документальное кино получило развитие в презентационных фильмах. Ни в ком другом, никаких других жанров оно особенного развития не получило. Но в презентационном кино зачатки есть. Не развивается местный кинематограф из-за недостатка финансирования, утверждают собравшиеся. В среднем на производство фильма тратится 100-150 тысяч рублей. Творцы надеются на помощь государства и просто неравнодушных ценителей кино. У режиссеров много идей и героев для создания такого рода кино. Уже в мае этого года планируется премьера документального проекта, посвященного героям Великой Отечественной войны. Наш архив запустил творческий проект «Живая поезья войне», который будет охватывать почти все районы. И мы планируем организацию съемок во всех районах нашей Республики. На сегодняшний день мы уже сняли более 20 видеосюжетов. И со временем эти видеосюжеты должны влиться в единый документальный фильм. Чтобы дать новый толчок развитию кино в Чувашии и запечатлеть национальную культуру края на киноленте, собравшиеся решили создать союз кинематографистов. Объединившись, им будет проще поднять кино с колен, считают режиссеры. Пока мы все отдельно работаем, да, вот как раз, наверное, при создании союз кинематографистов Чувашии произойдет, наверное, то обстоятельство, когда мы все объединимся просто, да, и будем создавать командное хорошее кино. Стоит отметить, что в этом году впервые на Чубаксарском международном кинофестивале представить несколько чувашских фильмов. Ксения Кравчук, Олеся Русакова, Антон Вовк, Республика. В апреле национальное радио празднует юбилей. Пять лет со дня основания этой дате посвящен марафон Дни национального радио в районах республики. Сегодня наша съемочная группа работала вместе с коллегами в Урнарском районе. С места событий корреспондент Надежда Яковлева. Сегодня мы вместе с нашими коллегами с национального радио Чувашии в Урнарском районе. Здесь проходят Дни радио. Журналисты встречаются со своими самыми активными слушателями. Одна из них – 90-летняя Мария Баюкова. Всю жизнь Мария Григорьевна проработала учительницей. В 1941 году, закончив школу, она поступила в пединститут. Но уже на втором курсе ей пришлось бросить вуз и вернуться в родную деревню. Учителя-мужчины ушли на фронт. В школе стало некому работать. Вот и вспомнили о будущем педагоге. Вышеобразование удалось получить только после Великой Победы. Мария Григорьевна всю свою жизнь проработала в школе. Кроме этого, была руководителем районного женсовета. А затем в родной деревне собрала хор, в котором пели 70 человек. В хоккее играют настоящие мужчины. В Новочебоксарском ледовом дворце «Сокол» завершился традиционный всероссийский турнир по хоккею с шайбой на призы газеты «Грани» среди младших юношей 2004 года рождения. Соревнования посвящались памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Андреяна Николаева. Шесть команд из разных городов России – Казани, Оренбурга, Кирова, Одинцова, Лабытнанге. В Новочебоксарск представили подопечные тренера Сергея Лаптева. В этой игре команде «Казани» не очень повезло. «Сокол» 2004 обыграл их в сухую со счетом 5-0. Дома и стены помогают, говорят ребята из новочебоксарской команды. Хоккеисты показали все, чему научились с тех пор, как встали на коньки. Некоторые из них тренируются в ледовом дворце с трех лет. Лед, мы уже привыкли к нему. Уверенность в том, что мы победим и займем первое место. Тренер нам объясняет, что надо делать на площадке. Говорит, как играть на своих местах. Юным хоккеистам всего 10 лет. Несмотря на это, борьба ничем не уступает взрослому хоккею. За три дня каждая команда сыграла со всеми участниками турнира. Команда, набравшая больше очков, по сумме всех встреч стала победителем. Несмотря на родные стены «Сокол» 2004, лишь бронзовые призеры всероссийского турнира в памяти летчика-космонавта Андриана Николаева. В упорной борьбе они уступили юным хоккеистам команды «Искра» из города Одинцова, которые стали серебряными призерами игр. А золото взяли ребята из Оренбурга «Юниор Газпром». Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова